Вы знаете, если вы искали лечение с семенами тыквы, вы нашли то видео, которое вам необходимо. Потому что тыква действительно волшебное растение, прекрасно, если у вас есть возможность его выращивать самостоятельно, потому что вы тогда можете побольше пользы получить для себя. Потому что только вы посадили тыквенное семечко в землю, оно начало расти, вы ему помогли на первых порах пробиться, дальше растение достаточно мощное, растет само, оно начинает свистеть. И вот вы знаете, как только вы увидели зависть, как правило, одну тыкву, максимум две, больше одно растение не вытягивает. Причем если две, то они будут поменьше, а если одна, то она будет достаточно большого размера. Вы знаете, а тут начинается уже лечение тыквой. Потому что растение продолжает свистеть. Большинство, к сожалению, игнорируют эту ситуацию. Но если вы ничем не подкармливали растение, оно росло благодаря водичке, которую взяло из почвы, солнышку, теплу, ну, вашим заботливым рукам, то цвет обязательно нужно заготовить. Вы знаете, это великолепное профилактическое противораковое средство. А многие используют при лечении рака. Потому что великолепный, мощный антиоксидант. И грех этим не пользоваться. Вы знаете, те громадные листья, которые растут на тыкве, ну, их тоже можно в случае чего использовать. Если там где-то потянули мышцу, если где-то обострился радикулит, или заболели суставы, вы там перетрудились на участке, и какой-то артроз дал о себе знать, вы можете великолепно использовать семена, извините, листья тыквы. Посекли их к кашицу, приложили, тепло укутали, не компресс. И прекрасно. Артроз лечится. Ну, правда, это не единственная возможность лечения артроза. Поэтому, если вам нужно более подробно об этом узнать, не вопрос. Вы можете легко подписаться на мой канал, если вы еще не подписчики. И потом в любое удобное для вас время найти эти видео. И посмотреть, как правильно лечить артроз. Кстати, артрит тоже хорошо лечит тыква. И такие видео тоже у меня есть. Что еще вы можете использовать? Ну, когда тыква зреет, она созрела, уже все как бы все увяло. Опять-таки, если вы не подкармливали, вы можете использовать ручку и весь стебель, исключая корень. Великолепная мочегонная. Особенно у тех, у кого есть проблемы с сердцем, есть отеки, есть проблемы почек. Прекрасно. Можно использовать только с пользой. Саму тыкву, пока мы доберемся до семян, вы можете использовать и как великолепную кастрюлю. Когда вы срезали верхушку, убрали сердцевину, мякоть убрали, вот, переложили в другую емкость мякоть с семенами, у вас тыква готова к использованию в качестве одноразовой правой кастрюли. Ну, если захотите, можете съесть кашу, можете запечь, разные способы приготовления. Кстати, если у вас есть какие-то свои оригинальные рецепты, не вопрос, не стесняйтесь, вы можете написать их в комментарии под видео. Я вам буду благодарен, те, кто будут искать и находить это видео, они тоже будут благодарны, если у вас есть какой-то оригинальный рецепт использования тыквы для здоровья. Ну, а вот ту мякоть с семенами, которую мы выбрали, ее тоже не стоит выбрасывать. Тоже прекрасная и мочегонная. Тоже можно сварить, приготовить, съесть. И тоже будет хорошо. Большая польза. Ну, а вот оставшиеся семена, это тема фактически этого видео. Их тоже можно использовать по-разному. Ну, индикатор безопасности. Это первое. Вот помните, если вы не видели еще мое видео по семенам льна, почитайте, посмотрите его. Не самые простые семена. Вот семена тыквы проще. Потому что если вы зазеваете, составите их без присмотра, и их найдут мыши, съедят. И это индикатор того, что в принципе, семена тыквы, они безопасны. Там нет токсичных веществ. Во всяком случае, токсичных для человека. И вы можете поэтому их использовать, ну, по своему усмотрению, в пищу. Это прекрасно. Конечно. Потому что, ну, в принципе, содержит примерно 13% углеводов, это энергия. Содержит порядка 25% белков, это полноценные аминокислоты. Прекрасно. Около 50% содержит жиров, полно витаминов, микроэлементов, особенно жирорастворимые витамины, витамины А, Е. Это витамины, которые предупреждают онкологические заболевания, кардиологические. И витамин Е это великолепное средство, усиливающее потенцию, усиливающую репродуктивную способность, кстати, и мужчин, и женщин. Поэтому семена тыквы очень хорошие в этом плане. Лечебное средство. Но. Система питания, это питание, а в названии стоит лечение. Ну, правда, конечно, если вы понимаете, что если у мужчины снижена потенция, то семена тыквы в пищу, и потенция усиливается, ну, немцы, масло семян тыквы, об этом, кстати, будет чуть попозже, используют своим мужчинам от 40 лет и до бесконечности, сколько доживет, сколько проживет, для того, чтобы поддерживать его репродуктивную способность, противовес пиву, которая как раз тормозит. Они ищут какую-то золотую средину в этом плане. Вот. Но семена тыквы, как вы понимаете, раз их едят мыши, то вы их можете есть фактически без оглядки, без опасности. Единственное, что, конечно, количество. Вот количество будет иметь значение, если семенально, вне зависимости от количества, чем больше съели, тем больше вред, то семян тыквы вред тоже может быть, но тут уже нужно просто перебрать. Уже самый такой безопасный вред. 540 килокалорий на 100 грамм по калорийности уступает только там сливкам, маслу сливочному, растительному маслу, там, салу. Поэтому тут, конечно, калорийность своя есть, поэтому считать придется калорий. Не просто так. Поел семян и все. Там калорий достаточно много. Но, в принципе, что можно использовать, что чаще всего использовать, и как народная медицина рекомендует использовать сами по себе семена тыквы, конечно же, это как глистогонное. Знаете, конечно, можно использовать как глистогонное, это быстрее, это вроде как надежнее, это вроде как сразу визуально эффективнее. Синтетические препараты, да. Безусловно, лучше, конечно, если вы используете препараты не гельмицидного действия, то есть те, которые глистов не растворяют, те, которые их оглушают, усыпляют. Так безопаснее, так лучше, но в любом случае, прежде чем принять какой-то препарат, посмотрите спектр действия, посмотрите в те осложнения, которые он может вызвать, и задайте себе вопрос, а нужно ли вам такое расширение спектра действия, кроме противоглистного. Вы знаете, я пробовал синтетические препараты сразу после окончания института, результаты были, прекрасно, но вы знаете, сейчас я понимаю, что эти результаты это и не медаль, и не орден, это скорее выговор не был за такое неправильное отношение к пациенту, потому что кавалерийский налет на паразитов, которых не знаешь количественно, просто запустил туда препарат, а там уже поди-знайкап, потому что по внешнему виду, по анализам невозможно определить количество паразитов, которые находятся в организме человека. Не по видам, не по количеству каждого вида, только по осложнениям, которые возникли в результате лечения. Если осложнений было немного, то скорее всего и паразитов было немного, если осложнения появились приличные, а самые такие визуально видимые осложнения, это отеки на лице, белковая интоксикация, она никуда не денешься, если почки не вывели, утром встает человек, а лицо отечное. Это головные боли, боли в суставах, то есть могут обостриться практически любые заболевания, потому что погибшие паразиты они дают свои токсины, токсины попадают в кровь и раздражают любую ослабленную систему. Поэтому так лучше не делать, знаете, говорят, спешка нужна при ловле блох, при удалении паразитов тоже лучше не торопиться, лучше постепенно все это делать, семена тыквы как раз это и позволяют сделать. Хотя есть разные рекомендации, наиболее часто встречаюсь рекомендацию 100-150 грамм семян тыквы, измельчается, к этой массе добавляется сметана, там, йогурт, кефир, чтобы ее сделать более жидкой, съедается утром натощак, после того, как пошла отрыжка, то есть это говорит о том, что масса перешла в 12-перстную кишку и желудка, принимается солевое ослабительное типа магнезии, пошло урчание по кишечнику, это говорит о том, что магнезия сработала, пошла желчь на эту систему, хотя в принципе 100 грамм масла, 100 грамм семян тыквы, это 50 грамм масла, это уже 3 столовых ложки с хвостиком, или 10 чайных ложек, это уже очень много, и знаете, два таких раздражителя для желчного пузыря и поджелудочный, это серьезное для них испытание, особенно для последних, и выйти после таких нескольких курсов лечения с хроническим панкреатитом легко и просто, не говоря о том, что дискинезия может реагировать, не дай бог из него выйдут камни из желчного пузыря, которые просмотрели на УЗИ, или которые образовались в последнее время, оди знали, это ситуация сложно контролирована, но после того, как прошло улучшение, да, по этому методу идет, появилось желание сходить в туалет, идет серия очистительных клиентов, и в принципе смотрите, что из вас выпало, по большому счету выпадает много и сразу, но желательно провести такое испытание 3 дня подряд, учитывая европейские стандарты, что если количество паразитов у населения более 50%, а славянские страны как раз отличаются этим показателем, у них более 50% людей с паразитами, то лечиться придется 2 раза в год, вы знаете, поджелудочное может такой темп, такой интенсив не вытянуть, поэтому у меня есть совершенно другой способ, вы берете сырые семена, и если вы про свой панкреатит знаете, или не уверены, что у вас нет, тогда семена чистите, если вы уверены, что поджелудочное желудок легко пропустит, эту смесь можете не чистить, семена измельчили их блендером, например, дальше смешали с сметаной, с йогуртом, кефиром, то есть, но, столовая ложка максимум, семян взрослому, чайная десертная подростку, чайная ребенку до 12 лет, и порция какого-то живсодержащего вещества, там, допустим, сметана, кефир, йогурт, смешали, проглотили, и сразу после этого пошла еда, что должно быть обязательно в еде, это термически обработанные овощи, либо фрукты, то есть, тушеные, запеченные, отварные, это гарнир, и между семенами тыквы, и гарниром, кусочек мяса, рыбки, небольшой, просто, чтобы питание было реальным, и все, и вот так несколько раз в день, две недели принимаете, и неделю пережит, и опять две недели принимаете, и неделю пережит, вот так мягко, аккуратно, вы используете семена тыквы вначале просто как питание, а встречаясь с паразитами, паразит съел, попробовал, главное, чтобы обязательно в условии, семена тыквы должны идти перед едой, прям, он попробовал, уснул, он их высыпляет, он как бы разрушает немножко, и не спустились, взрослого кишечник 8 метров, у ребенка меньше, паразиты, уснул, проснулся ниже, пока он пытался подниматься, следующий прием пищи подошел, опять его ниже опустил, и вот так вот тихонечко, спокойно, без экстрима, без революции, очищается пищеварительность тем, и прекрасно, вы знаете, тысячи моих пациентов уже опробировали эту систему на себе, говорят, вы знаете, великолепно, больше глистов мы не гоняем, мы таким образом просто-напросто очищаем свой организм и чувствуем себя прекрасно, более того, семена тыквы не токсичны по отношению к маленьким детям, поэтому с любого возраста практически можно назначать, ну естественно, маленькие дети до 2 лет без оболочки, тут поджелудочным раздражать не будем, беременным, кормящим, пожилым, людям, имеющим заболевания, людям, которые считают себя относительно здоровыми и не имеют диагноза, ну просто не пришли они еще к доктору, который не проверил их состояние здоровья реально, а не просто по их ощущениям. Поэтому в данном случае совершенно спокойно я запускаю это видео и уверен, что никто из вас не сможет себе навредить в этом плане семенами тыквы, потому что он будет понимать, что ага, он находится вот так, у него такие условия, поэтому он должен использовать вот таким вот образом, все. Я уверен, что вы себе не навредите, а вот паразитов вы выведите. Особенно это касается ну круги ленточных, да, вот эти вот две категории паразитов они легко уходят, то есть аскорида, ангелостома, там, цепень бычи, свиной, солитер или лентез широкий, это наиболее частые представители. Астрийцы уходят. То есть фактически от основной массы паразитов, которые чаще всего встречаются в организме человека, семена тыквы легко позволяют избавить. Ну почему мы это не используем? Семена тыквы либо на огороде, либо в ближайшем магазине не вопрос. Все просто. Главное это делать просто правильно. Если вы таким образом будете свою пищеварительную схему очищать, у вас из пищи попадает больше витаминов. И когда говорят, что семена тыквы обладают общим укрепляющими свойствами? Конечно! Потому что когда вы постепенно начинаете кушать в одиночестве, запускать пищу в пищеварительную систему, усваивать ее самостоятельно, а не после того, как ее раздерибанят круглые ленточные паразиты, частично усвоят сами, а вам достаются объедки с их стола, да еще и их токсины, то есть продукты жизнедеятельности. Поэтому таким образом вы легко и просто можете все это делать, все будет прекрасно. И пользуйтесь этим. Потому что если вы нагреете семена тыквы, да, это питание, вот то, что я сказал, не вопрос. Но в семенах тыквы есть еще один компонент, масса семян тыквы, да, оно тоже обладает мягкими желчегонными активностями, удаляет паразитов, то есть все то же самое, но там много ненасыщенных жирных кислот, там много витаминов А и Е. Это великолепные средства для борьбы с онкологическими, кардиологическими заболеваниями. Великолепно повышают репродуктивную активность, потому что витамин Е как раз на эту тему, причем у мужчин и у женщин. У мужчин поднимается потенция, мужчины реже ознакомятся с таким мужским диагнозом как простатит, который еще реже переходит в адреном простаты. Поэтому мужчинам после 40 лет не то что показано, я настоятельно рекомендую использовать семена тыквы в любом виде, то ли в виде семян, то ли в виде масла семян, потому что оно великолепно помогает вам оздоравливаться и сохраняться мужчинами подольше. Что еще масло семян тыквы дает, безусловно, учитывая желчегонную активность, учитывая то, что там много неасыщенных жирных кислот и лецитина, первую голову естественно усиливается работа печени. Орган, который возьмет это все первым. Вы знаете, если у него есть недостаток, если там есть жировой гепатоз, стеатогепатит, или вы там переболели гепатитом, как раз система восстановления это и поспела. Строительная команда пришла, вот она, вот вам натуральный лецитин, пользуйтесь. И усиление работы печени автоматически усиливается работа всего организма. когда метаболический мозг работает правильно и снабжает правильно все, каждую клеточку вашего организма нужными питательными веществами, нужными полезными веществами. Конечно, и витамины с микроэлементами, которые в семенах тыквы есть, впервые достанутся печени, первыми. Она их первыми усвоит, да и хорошо. Если в крови будет недостаток, конечно, она пропустит, если там будет избыток, она накопит у себя. Все прекрасно, ваш уровень здоровья только повышается, а холестерин, вернее, его уровень в крови, он не жается. Потому что, если вы будете семена тыквы или масло семян тыквы использовать достаточно часто, то есть, не будет застоя желчи, то не будет и застоя холестерина в крови. Не сможет он лечь по сосудам в виде атеросклеротической бляшки. А параллельно с холестерином, уровень холестерина вы можете проверить в крови. Если вы живете в экологический не сам благополучном регионе, или питание у вас не самое лучшее, или воду вы не знаете, как правильно очищать, чтобы она приносила вам здоровье, а не уносила его остатки, то параллельно с холестерином в крови стоят пестицииды, гербициды, канцерогены, другие токсические вещества, растворимые в жирах. И это все остается в организме, в случае, если застой холестерина, так все остальное там же. Стоит вам правильно использовать масло семян тыквы или семена тыквы. Вы устраняете застой холестерина, он начинает постепенно уходить из вашего организма, возвращаясь в пределы нормы. И все остальное уходит. Потому что печень работает. Потому что вы подумали о том, как свою печень обеспечить эффективной работой. если вам нужно более подробно узнать о том, как восстанавливать, как лечить свою печень, не вопрос. Вы можете легко подписаться на мой канал и посмотреть эти видео, потому что печенью я занимаюсь более 25 лет. Я знаю, что это такое. Опубликовал уже не одну книгу, более 50 в целом. Самое любимое, что делать, если у вас есть печень. Просто так я назвал, потому что пока у вас печень есть, вы обязаны обеспечить ее высокую работоспособность, а она обеспечит вашу высокую работоспособность. Когда же вы про печень не думаете, а хотите хорошенько поработать, да, на морально-волевых качествах можете поработать, но недолго. Потому что если вы в свой организм не завели полезные вещества, а печень их не усвоила, не отсекла от них вредные, а полезные не пропустила в кровь, вы интенсивно работать, не имеете права, не на чем. Поэтому думайте о своей печени, думайте о правильном питании, если вам нужны будут какие-то более конкретные рекомендации, контакты вы видите, можете по ним обратиться, телефон, электронная почта, не вопрос, любым вариантом, любым способом. И узнать больше информации о том, и как лечить семенами тыквы, и другими семенами, и как поддерживать уровень здоровья на самом высоком уровне, который может обеспечить тот уровень здоровья, который вы до сегодняшнего момента сохранили. Почему говорю сохранили? Потому что родители вам подарили один уровень здоровья. До мужчины до 30 лет, женщины до 25 лет должны были думать, как правильно этот уровень здоровья, скажем так, использовать, для того, уже полноценно развиться, а дальше уже полноценно использовать. Если вы этого не делали, то я думаю, что ваш организм не самый крепкий, не самый лучший, разве что хороший генотип, который родители суперхороший генотип. Если вы по здоровью были не миллионером, как большинство, а миллиардером, да, можете плевать на здоровье, на образ жизни, на систему питания и оставаться какое-то время в состоянии здоровья. Но только какое-то время. Потому что безусловно я понимаю о банкроте в состоянии в несколько миллионов долларов и в несколько миллиардов, это разные вещи. Но если вы не думаете о своем здоровье, увы, банкротом вы все равно станете. Не хотите стать банкротом по уровню здоровья? Контакты вы видите, обращайтесь, подскажу, как, скажем так, ваш образ жизни сделать более рациональным, как вашу систему питания взять более рациональным, более правильным. Чтобы вы не болели, чтобы вы не знакомились с теми 30 тысячами диагнозов, которые сегодня в медицине известны. Уже больше 10 лет не пересматривают, потому что я понимаю, что там еще несколько тысяч добавится в этом списке. А люди просто будут, боже мой, куда мы катимся? Болезней все больше. Все. Вот ставят крест. А зачем заниматься здоровым, здоровым образом жизни? Мелкими шажками, перебежками на кладбище. Нет. Вы знаете, не торопитесь. Эта ситуация, к сожалению, неизбежна. Вы знаете, жизнь вредная штука, и от нее, в конце концов, умирали. Но вы знаете, все-таки, как бы человек не относился до того, когда он уже видит, что уровень здоровья не тот, начинает экономить копейки. А я вам предлагаю экономить сотни тысяч, а может быть миллионы. потому что здоровье терять очень легко. Растерять может любой человек с любого уровня здоровья. Дайте только себе запредельную нагрузку. И этот день станет для вас последнюю жизнь. А я предлагаю вам разумнее относиться к вашему здоровью. Поэтому, если вам нужны мои, моя помощь, не вопрос, контакты вы видите. Если вы понимаете, что у вас есть много друзей, знакомых, которым тоже неплохо было посмотреть видео про влечение семенами кнопки социальных сетей, они все под видео, жмете, делитесь, не вопрос. Если это видео вам принесло какую-то пользу, отметьте это. Я вам буду благодарен. Как и те люди, которые благодаря этому найдут это видео раньше, и еще раньше задумаются и займутся своим здоровьем. Ну, а я хочу это видео закончить словами. которыми часто заканчиваю свои статьи. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А я подумаю, какое еще видео написать на эту тему, чтобы ваше здоровье было покрепче, а относились вы к нему получше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!